Сегодня у нас 603 выпуск «Открытой политики». И снимаю я его все еще в Стамбуле, в этом жарком, в этом году ужасно жарком городе. Собственно, что происходило в нашей республике за минувшую неделю? Многие обратили внимание на то, что Хабиров проводил оперативное совещание в правительстве, сидя в городом одиночестве, в президиуме. Дело в том, что волшебный пендель, который прилетел из Москвы и переданный через подконтрольные телеграм-каналы Кремля, вызвал панику в башкирского чиновничества. Тажегинов срочно обзванивал подчиненных и администрации за Уралия. Тажегинов срочно требовал подготовить развернутые справки о тех благодеяниях, которые обрушил ради Хабиров на жителей Абзелиловского, Хайблюнского и Баймакского районов за последние пять лет. Все эти благодеяния нужно было свести в многочисленные справки и предоставить Тажегинову, чтобы он, в свою очередь, передал эти материалы огромному, несказанно огромному и абсолютно незапланированному десанту депутатов Государственного собрания, во главе с самим Константином Толкачевым, который не был на оперативке. Так вот, эти депутаты Госсобрания должны срочно выехать в вышеуказанные районы, в Зауралия, и начать разъяснять на основании этих справок о том, что ради Хабиров это прекрасная кандидатура на ближайших выборах. Очевидно, что Зауралия в последнее время настроена к Хабирову очень негативно. А учитывая специфику и менталитет жителей этих районов, они способны на самом деле бойкотировать выборы Хабирова и, собственно, кандидатуру самого Хабирова. Вот об этом и был тот самый московский пендель. И теперь Константин Борисович, скрипя коленями, отправляется вместе с депутатами Госсобрания убеждать зауральцев в том, что Хабиров это хорошо. Мы понимаем прекрасно, что команда Хабирова не может себе позволить срыв второго срока. Ведь второй срок – это второй триллион бюджетных денег. Вообще у меня складывается впечатление, что команда Хабирова решила во что бы то ни стало максимально навредить имиджу своего босса. Ну, вы скажете, что за чушь ты несешь, Андрей? Они же все хотят, чтобы он остался им второй срок, у них у всех зависит от этого карьера и так далее, и так далее. Согласен, это так. Но факты говорят о другом, судите сами. Вот вам некоторый список событий последней недели, которые говорят нам об обратном. Хабиров устраивает частную вечеринку в ведомственном правдожилье в честь дня рождения своего сына. Ну, как говорится, дело вполне себе рядовое. Но видео с этой вечеринки немедленно выкладывается в сеть министерской культуры Аминой Шафиковой. Видео это вызывает неоднозначную реакцию в обществе, ну и очередные упреки пристрастие главы региона к пышным праздникам, в том числе, как говорится, на служебной территории. Самое смешное, что самой Шафиковой на этой днюхе-то не было. Ну, откуда она взяла видео, я не знаю. Но что это, если не подножка шефу? Совершенно ни к чему с точки зрения пиара и нынешней ситуации Хабирова было выкладывать вот это видео. Следующий пример. Сам Хабиров, конечно же, предсказуемо лезет из кожи вон, чтобы перед выборами доказать свою вездесущность, значимость, эффективность и так далее, и так далее. Носится по всяким форумам, событиям, открывает без конца все, что можно открыть, и так далее, и так далее. И это, кстати говоря, будет нарастать. Впереди у нас еще вот это вот, как бы второй юбилей города. Ровно за неделю до выборов Хабирова, вот на этот юбилей города, тут будут раздавать праздничных слонов его руками. Так вот, носится-носится Хабиров по всяким этим форумам сейчас, но его повсюду подставляют или подсовывают ему в руки что-то совсем неправильное. Неправильное что-то, над чем потом хохочут, ржут или даже возмущаются люди. То есть эффект абсолютно обратный. И говорю я вот о чем. Например, на форуме Инопром Хабирову дают в руки какой-то летающий дрон, чтобы он похвалился этим летающим дроном, как продукцией Башкортостана, перед федеральным министром Алихановым. Но внимательные зрители, рассмотрев этот дрон, приходят к выводу, что уж очень уж он похож на один конкретный образец китайского дроностроения DJI Argos 30T. Ну что, получается подставили? Я не утверждаю, что этот дрон действительно китайский, но уж очень уж похож. А общественному мнению, знаете ли, этого иногда достаточно. Следующий пример. Хабиров несется закладывать в плане того, что основывать тот самый пресловутый музей кочевых цивилизаций, о котором он все время без конца говорит. Во время этого основания, закладки Хабиров дарит уникальное Евангелие в хранилище этого музея. Ну, об этом, естественно, Трубят, БСТ, все подконтрольные властям СМИ. Все, Хабиров подарил уникальное Евангелие. Выясняется, что уникальное Евангелие вообще-то выпущено огромным тиражом, вполне доступно любому желающему, у кого есть деньги, особенно если деньги бюджетные. Зачем так подставлять начальника? Ну, или бы нашли бы уж, в конце концов, действительно какое-нибудь уникальное Евангелие или икону, если уж так хочется. Следующий пример. В очередной раз отличился Минздрав. Попытавшись опровергнуть информацию о том, что лечебные учреждения республики недополучили медицинское оборудование по заключенным контрактам, эта попытка опровержения вот этой всей информации обернулась только подтверждением этой информации. Зачем вообще об этом начали говорить, господа хабировские пиарщики? Речь идет о некоем ООО Гесте, принадлежащем Артуру Тертеляну. Так вот, это ООО недопоставило оборудование. А еще в процессе этих оправданий выяснилось, что цена на это оборудование тоже вполне себе может вызывать вопросы. Потому что один из приборов, который там упомянут в этом контракте, в свободной продаже находится за 69 тысяч рублей. А по контракту он обошелся Минздраву в 336 тысяч рублей. То есть практически в 5 раз дороже. Я не утверждаю пока, что это было злоупотребление, там нужно вникать в детали, но как повод заняться этим правоохранительным органом, это точно подходит. То есть хотели как лучше, а получилось как всегда. В очередной раз дорогого начальника подставили и выставили в самом неприглядном свете. Потому что, я повторю свою старую мысль, все, что происходит в Башкирии, особенно среди чиновников, исключительно отлетает радио Хабирова. Потому что он сам создал эту систему абсолютно централизованную и подконтрольную ему самому. Ну и ему же, как говорится, за нее отвечать. Бесплатной информации, как и бесплатного сыра, к сожалению, в нашем мире не бывает. И даже если вам кажется, что вы ничего не платите для получения информации, например, из такого замечательного телеканала, как БСТ, то вы ошибаетесь. На самом деле вы платите. Вы платите своими налогами, через государственные карманы ваши деньги попадают в БСТ и вы вносите свою лепту в его существование. Потому не жадничайте, помогайте и каналу «Открытая политика», не только БСТ. Столько, сколько можете, сколько сочтете нужным. Помочь каналу можно единственным доступным способом, через расчетный счет, который мы вам демонстрируем прямо сейчас. И который вы можете найти в описании под любым видео на нашем канале. Так что мы работаем для вас, а вы нам помогаете. Ну и, конечно же, Джеффри Уильямович Монсон. Новообращенный в ислам депутат госсобрания опять потряс общественное мнение очередной выходкой. Была опубликована фотография, где Джеффри Монсон стоит с друзьями в футболке, на которой изображена свастика. По соображениям этического характера мы не будем вам показывать эту фотографию. Но мы можем подробно поговорить о том, что там на этой майке у него было. На майке было, собственно, два символа. Нацистская свастика и звезда Давида. Символ иудаизма. Рядом с каждым из этих символов было некое пояснение. О том, что, дескать, вот свастика – это тот фашизм, который был тогда, когда-то. А вот иудаизм, ну, видимо, так считает Монсон, или звезда Давида – это тот фашизм, который существует сейчас. Вот такая вот маечка была на фотографии у Монсона. Ну, безусловно, что сознательные граждане немедленно написали заявление Следственный комитет на предмет правовой оценки факта публикации и демонстрации публично запрещенной символики. Собственно, в этом была претензия. Следственный комитет пока никак не прокомментировал вот эту фотографию Джеффри Монсона, но зато есть очень бурная реакция со стороны Курултая госсобрания, депутатом которого является этот новообращенный мусульманин. Толкачев яростно заступился за Монсона и заявил, что Монсон вообще-то, он отличный парень, ничего плохого не хотел выразить, а свастикой на его майке – это осуждение фашизма. Вот примерно так Константин Борисович объяснил вот эту выходку Джеффри Монсона. Однако есть аспекты, которые вызывают вопросы как к самому Константину Борисовичу, так и к пресловутому Джеффри Уильямовичу. В России на самом деле существует совершенно конкретный прямой запрет именно на демонстрацию свастики, а не на нее толкование. Есть исключения, когда, например, не считается демонстрацией свастики публикация исторических фотографий. Ну, не знаю, там Гитлер стоит или там какие-нибудь техника с какой-нибудь свастикой. То есть, если это историческая фотография, это не считается демонстрацией и как бы не запрещено. А вот маечки со свастикой точно запрещены в России. Еще один вопрос, очень важный, на самом деле, на мой взгляд, вопрос, является ли отождествление звезды Давида с нацизмом, оскорблением верующих иудеев? Ведь звезда Давида – это не только элемент флага государства Израиль, но и важнейший религиозный символ для миллионов иудеев по всей земле и в том числе иудеев в Башкирии. Ну, примерно как крест для христиан. Ну, помните, у нас как-то даже один раз кто-то присел за призывы рубить поклонные кресты. И там как раз-таки такая логика и была у следствия. Я, кстати говоря, вполне разделяю мнение о том, что нужно наказывать за такие вещи. Так вот, мне хотелось бы узнать компетентное мнение правоохранителей, насколько отождествление нацистской свастики и звезды Давида относится или не относится к преступлениям, которые причисляются к действиям по разжиганию всякой ненависти, розни и прочее. Но, впрочем, не похоже, что Монсон за что-то ответит. Потому что он настолько уж хороший парень и так близок к Хабирову, что ничего такого ему, судя по всему, не грозит. Ну, интересно еще, кстати говоря, узнать, что думает об этой всей истории, например, Дан Кричевский, главный раввин Республики Башкортостан. Подождем, поживем, увидим, посмотрим, каким образом оценят правоохранители вот эту выходку нашего самого эпатажного депутата Государственного собрания, бывшего американца, бывшего борца ММА Джеффри Уильямовича Монсона. Но главный удар по предвыборному имиджу ради Хабирова, конечно же, нанес тот самый Техас Хабирова. А вернее сказать, транспортный апокалипсис, который случился в Уфе. Результатом этого апокалипсиса можно считать то, что многие сейчас видят воочию, вот эти жуткие пробки, заторы и часовые стояния в ожидании проезда. А случилось это все в результате гениального решения властей почти одновременно закрыть проезд по Шахшинскому мосту и существенно снизить пропускную способность Зининского переезда. Что, собственно, дополнилось трудностями с оплатой на восточном выезде, попросту там не работали транспондеры. И пробки стали не просто огромными, они стали еще и платными. Это особенно заряжает и забавляет жителей Башкирии, особенно прибавляет им, видимо, энтузиазмы, когда они пойдут голосовать за Хабирова. При этом хабировская команда наотрез отказывается сделать проезд по восточному выезду, который стал единственным способом обойтись без Шахшинского моста, сделать этот проезд бесплатным хотя бы на время, пока ремонтируется Шахшинский мост. Стоят на своем, нет, надо платить. Причем тут есть один нюанс, который понимают не все. На самом деле деньги за проезд поступают не консессионерам, которые строили восточный выезд. Консессионеры по соглашению получают фиксированные выплаты от государства, которые оговорены концессией и контрактами. А вот эта плата за проезд, она идет в государственный бюджет. В итоге получается, что Хабиров и его команда, его подчиненные по транспорту, они просто наотрез отказываются помочь жителям Шахши и Глиной и многих других районов хотя бы на эти недели, пока мост ремонтируется. Повторюсь, синхронное перекрытие вот этих вот крупнейших артерий, это, конечно, гениальное решение. Хабиров-то и вовсе заявляет, что нет никакой большой беды, прямо на оперативке он заявил, и надо просто потерпеть. Чего вы разорались, подумаешь, стоите в пробке на жаре. Кстати говоря, сам Хабиров как-то раз сам попал в пробку на дороге из аэропорта, так как он кричал, как он звонил тогда еще свободному министру Клебанову, как он требовал что-то сделать, метался там в своем Мерседесе. А шахшинцы, они ведь подождут, они терпеливые, ничего страшного, большой беды нет, как говорит Радий Фаридович. Но сдается мне, что как и в Заурале, упомянутом ранее, так и в Шакше, в результате всего вот этого апокалипсиса, конечно, желающих голосовать за Хабирова и оставить его еще на пять лет в республике, сильно поубавилось. Посмотрим, какие результаты даст Шакша и Заурале на грядущих выборах. Уже очень скоро мы возобновим снова выпуски обзоров оперативных совещаний правительства республики Башкортостан. Мне много пишут, что как бы хотят их видеть и так далее, и так далее. Да, это все начнется снова. Потому не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить важные и интересные выпуски, посвященные в том числе оперативкам. Мы знаем, что очень многие наши зрители почему-то не подписаны на канал, но регулярно его смотрят. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте в социальных сетях, в своих аккаунтах наши видео, и тем самым вы поможете нашему каналу продвигаться дальше. Ну и напоследок несколько новостей, как говорится, за решетки. Артур Хазигалеев и его подельники по делу Башспирта приступили к изучению материалов уголовного дела. Следствие окончено. В отличие от Хазигалеева, бывший генеральный директор Башспирта, обвиняемый по этому же делу, Рауф Нагуманов, занимается ознакомлением с материалами дела в более комфортных условиях, в тепле и под домашним арестом. Параллельно Хазигалеев умудряется судиться со своими бывшими партнерами по бизнесу Уфанета. На 6 августа назначено рассмотрение дела о претензиях Артура Хазигалеева к Искандару Бахтиярову, нынешнему директору и совладельцу Уфанет. Сумма претензий 100 миллионов рублей. Я, конечно, не следователь, не судья, я не выношу приговоров, но, как говорится, субъективное суждение я вынести могу. В моем ощущении, Хазигалеев не главная фигура в деле Башспирта. Но почему-то на него наложены более суровые санкции, чем, например, на генерального директора Нугуманова, который формально де юре и де факто вообще-то отвечает за все действия Башспирта в момент, когда он был директором. Кроме всего прочего, я по поводу судебного иска Хазигалеева к Бахтиярову. Тут, конечно, много моментов. Бахтияров заявил, что божья рука усадила Хазигалеева за решетку, что Хазигалеев планировал разграбление Уфанета и прочее-прочее, но почему-то Бахтияров никак не комментирует займы ему, самому Бахтиярову и другим учредителям, всем, кроме Хазигалеева, на миллионы рублей, на сотни миллионов рублей из бюджета компании Уфанет. Тут, конечно, легкое лукавство присутствует. Потому я все-таки инстинктивно и, как сказать, по логике моей нахожусь на стороне Хазигалеева в этом судебном процессе, в этой тяжбе. А еще на минувшей неделе неожиданно быстро приговор был вынесен бывшему заместителю начальника управления дорожного хозяйства Республики Башкортостан Ильшатову Ишмуратову. Очень быстро. Следствие закончилось мгновенно. Ишмуратов все признал. Обвиняли его в взятке в особо крупном размере. Он ее признал. И ему выписали штраф. 4,5 миллиона рублей. И будь добр, гуляй свободно, Ильшат, больше взяток не бери. Вот так вот интересно у нас устроено. То есть человек находился на ключевой позиции в дорожной сфере Республики, принимал ключевые решения. Судя по всему, его решения носили разрушительный характер для дорожного хозяйства. И вот на тебе. Взяточку получил. 4,5 миллиончика. Штраф заплатил. Свободен. Я почти уверен, что для Ишмуратова это просто копейки. Ну, в общем, прямо скажем, таким настоящим правосудием здесь не очень пахло. Ну, и последние новости о том, как сидит в СИЗО Кирилл Бадиков, учредитель компании-застройщика, которого обвиняют в присвоении 2 миллиардов рублей, которые ему наивно отдали дольщики-пайщики. Кирилл Бадиков, категорически недовольный условиями содержания в СИЗО, теперь еще загремел и в штрафной изолятор. По версии УФСИН, он не заложил руки за спину в коридоре, когда должен был это сделать под регламенту содержания в СИЗО. И за это, значит, его на 13 дней сажают в карцер. Судя по всему, Бадиков действительно находится в каких-то очень трудных обстоятельствах. И мне совершенно непонятно, почему это дело так долго длится, почему там не приходит к какому-то решению, расследованию, в смысле судебному уже разбирательству, потому что, ну, длится это очень долго. Ну, в общем, вот пока такая информация. Субтитры создавал DimaTorzok